Сегодня мы проверим, да, как-то экипировка влияет на твою борьбу или нет. Я думаю, что нет. Влад, как ты считаешь, сколько нужно минимум тренировок в неделю, чтобы хоть как-то прогрессировать или хотя бы чтобы не деградировать джиу-джитсу? Сколько ты сам тренируешься? И есть ли способы, тренируясь мало для тех, кто реально очень загружен в плане работы, семьи и прочих дел. Как-то расти в джиу-джитсу? Ну, может, не огромными шагами, но... На самом деле, я считаю, что не для компетитора, для обычного человека, которому нравится джиу-джитсу, ну, словом говоря, для любителя джиу-джитсу, не компетитора. На самом деле, хватит двух тренировок в неделю, чтобы совершенствоваться. Просто к этому тоже надо подходить с умом. Надо там вести тогда какой-то ежедневник, условно, писать, чему я научился, что в схватках мне надо отработать, выписывать, например, в чем у человека проблемы. Для чего? Чтобы, например, после тренировки подойти к тренеру и сказать, там, тренер, я не понимаю, как, условно, забирать спину с черепахи. Вот, у меня проблема, я загоняю людей с черепахи, но не понимаю, как оттуда забирать спину. И тренер дает ему, там, два простых варианта, как забрать спину с черепахи. И вот этот человек потом материал, там, принял, на следующей тренировке, там, условно говоря, через три дня, он пытается уже в схватках забирать спину с черепахи. Или, там, перед тренировкой отрабатывать, или после тренировки отрабатывать. То есть, это, как сказать, показатель вовлеченности в процессы. То есть, если человек вовлечен в процесс, он даже от двух тренировок будет получать максимум. Получает то же самое у нас с высшим образованием в России, типа. Кто хочет, тот просто получит диплом, а кто хочет знаний, тот реально за четыре года обрастет знаниями, там, если он будет к преподавателям подходить, просить, вот, объясните мне это, а что мне, почитать дополнительно. Тут в джиу-джитсу абсолютно так же, на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok